Второй политический департамент Министерства иностранных дел курирует взаимоотношения Кыргызстана с Западной Европой, Северной и Южной Америкой, Евросоюзом, НАТО, несколькими странами бывшего советского лагеря, Армении, Азербайджаном, Грузии, Белоруссии и другими. Всего в компетенцию второго департамента входят более 60 стран. Турне был уникальным. До этого никто из, по крайней мере, централизированного региона такой турне не совершал. Но уникальное количество было в том, что нашего лидера встречали только лидеры этих пяти государств и только лидеры Европейского Союза. Встреча везде соответствовала необходимым протокольным канонам. Все встречи носили исключительно принципиальный характер для нашей страны. Это, как я еще раз говорю, чтобы было полное подтверждение и признание авторитета Кыргызстана в проведении демократических и политических реформ. Кыргызстан ушел далеко вперед в развитии демократии и защиты прав человека в регионе, а это важный момент для европейцев, отмечают эксперты. В этом году Евросоюз выделяет 49 миллионов евро, из которых 13 миллионов на улучшение избирательной системы, 36 миллионов евро на реформу сферы образования. В начале года Европейский Союз предоставил Кыргызстану статус ВСП+, который позволит улучшить экспортный потенциал и выйти на европейский рынок. Что же касается взаимоотношений Кыргызстана с Соединенными Штатами, то они носят партнерский характер, говорит Турсунгулов. В 2015 году мы провели ревизию наших двусторонних взаимоотношений. Я думаю, что наше критическое отношение, наша принципиальная позиция по некоторым вопросам, как двустороннего характера, так и оригинального международного поездки дня тоже, я думаю, что она была услышана меркальскими партнерами, они призадумывались тоже, и я думаю, что мы поняли друг друга. На сегодняшний день Кыргызстан имеет диппредставительство в Великобритании, Бельгии, Швейцарии, Германии, Турции и других странах.